Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- я буду отрабатывать навыки работы ручным столярным инструментом посредством изготовления ящика для овощей. В качестве материала была выбрана сосновая доска строительного сорта, поэтому работа с этим материалом предполагалась весьма веселой. Напилив заготовок нужной длины с припуском, убираю лишнюю древесину тремя видами рубанков. Вначале обрабатываю шерхебелем, затем черновой четверкой с большим съемом, а уж затем за дело берется фуганок. Мне нужно из доски 25 мм сделать двадцатку и обработать таким образом мне предстоит целых 20 заготовок. Подобным образом я создаю основную базовую поверхность, по которой впоследствии будут равняться все остальные. Когда нужная толщина заготовок достигнута, прифуговываю доски друг к другу для склейки в щит. Для прифуговки не обязательно следить за тем, чтобы угол с базовой стороной составлял 90 градусов. Главное, чтобы заготовки сошлись без щелей. Но ради практики я все равно контролирую. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Некоторые заготовки имеют ширину больше чем остальные Поэтому отпиливаю лишние сантиметры японской пилой Изготовленная мной ранее верная проставка для тисков Очень помогает качественно зажимать заготовку Ссылка на ролик о верной проставке в верхнем правом углу Склеивать щитки толщиной 20 мм ваймах я счел не целесообразно Поэтому сделал приладу для склейки щитов по старинке На склеенных щитках необходимо сделать две базовые стороны Этим я и занялся на следующий день Стружка летит, работа кипит, красотища! Субтитры сделал DimaTorzok Как бы ровно не пилила японская пила А без доводки рубанком все равно не обойтись Углы должны сходиться Здесь мне на помощь приходит мой любимый торцовочный рубанок Dictum Совсем другой клинкор Теперь нужно отфуговать и отстругать обе поверхности щитов И довести их до совершенно ровного состояния Упс! Печалька! Тисочки не выдержали моего нистового напора Придется обходиться без тисков Подгоняю все стороны щитков по базе Отпиливаю лишнее и снова беру в руки рубанок Но работа с щитами в слесарных тисках оказалась совершенно невозможна Нужно срочно ремонтировать столярные тиски Тиски отремонтированы И работа вновь закипела с прежней скоростью От изготовления кровати остались тонкие широкие ламели Которые как нельзя лучше подходят для изготовления перемычки между отделениями ящика Из них я тоже клею щиток после предварительной обработки Сама же перемычка будет вставляться в пазы Сделанные также вручную Это первое изделие, в котором я применяю грутумик Стэнли Это просто замечательный инструмент Затем сверлю отверстия под шканты На которые и будет осуществляться сборка ящика Для этой работы использую самодельный кондуктор для шкантов Ящик склеен И пришло время сготовить дно и крышку Дно также будет крепиться на буквы 8-мм шканты А крышка на карточные петли Внезапно заказчик выжелал брашированную поверхность ящика И мне пришлось брать в руки свой шуруповерт с проволочной насадкой Подгонка перемычки по размеру не заняла много времени и сил Было интересно работать с тонким щитком толщиной 8 мм Это новый опыт для меня Отчертить ручку для ящика покупным китайским циркулем не получилось Бедные школьники Еще один неприятный сюрприз ждал меня при вырубке ручки моими стамесками Короткие зачистные стамески плохо подходят для таких работ Нужно покупать полноразмерные стамески Смотрите продолжение в следующей части Ножки ящика, некогда вырезанные из ламинированной фанеры Лучше всего фиксировать двусторонним скотчем, так как клей их не берет Ну и шурупы ясен перец После сборки изделия отдал ящик на покраску заказчику Поэтому претензий к покраске не принимаю Ящик для овощей оказался весьма вместительным И вмещает в себя больше чем одно ядро картошки Всем огромное спасибо и до новых встреч!